Газом и сцеплением также есть свои тонкости. Проходя плавный поворот, вы можете действовать сцеплением и газом для того, чтобы начать вращение. Мотоцикл сможет скользить на тяге, вращаться, поворачивать резче и быстрее. Но помните, что для того, чтобы выполнить это действие, вы должны сместить корпус вперед за овощ вращения. И если ваш вес находится сзади, вы вынуждаете мотоцикл двигаться прямо. Если вы начинаете скольжение, находясь сзади, то весь тело будет участвовать в скольжении, и вы не сможете его контролировать. Сцепление и газ используются в момент дефт, так, чтобы вы получили тягу в нужный момент и ускорились на всем выходе из поворота. Сцепление и газ используются в момент сжатия перед прыжком, или серии прыжков, чтобы контролировать взлет мотоцикла. В этом случае сцепление уподобляется спусковому крючку. Очень важна схлаженность действий. Заднее колесо получит мощное усилие, потому что мотоцикл вжимается в землю. Теперь еще об отработке управления. Устройте небольшой тренировочный курс. Постарайтесь, чтобы на выбранном участке было достаточно разнообразных препятствий, прежде всего поворотов, на которых вы могли бы отрабатывать поворот со скольжением. Передвигайтесь на первой, второй и третий передачах. Вам нужно пройти участок с тремя различными способами. Стоя, сидя и держа ноги на педалях, и, наконец, обычным способом. Сначала стоя. Вы научитесь управлять всеми системами стоя. Вы отработаете равновесие и перемещение тела стоя. Постоянно практикуясь, вы будете выполнять все действия автоматически. Вы естественным образом будете принимать правильные положения. Второй способ – постоянно сидеть, держа ноги на педалях. Суть тренировки та же, что и в положении стоя. Вы учитесь контролировать мотоцикл, держа ноги на педалях. Вы должны управлять системами, сохранять равновесие и центр тяжести. Вот основная суть этого упражнения. Вы улучшаете технику прохождения поворотов, координируя сложные движения плеч, грудной клетки, спины и рук. Все они действуют целенаправленно, обеспечивая контроль за равновесием. Третий способ – обычный. Вы можете стоять, сидеть и выставлять на повороте ногу. Старайтесь действовать правильно и плавно, ритмично и постепенно. Делайте так. Первые три круга стоя, следующие три круга сидя и последние три круга, как обычно. Затем то же самое наоборот. Хорошо использовать данный метод на кругу и фигурной трассе. Помните, главное – плавность и непрерывность. Иногда вы замедляете движение с тем, чтобы потом ускорить его. Учитесь выполнять действия правильно, отрабатывая все виды техники по отдельности. Скорость придет позже, сама собой. Даже если вы профессионал, то все равно сможете улучшить свою подготовку, отрабатывая рассмотренную технику.